везде принцип один во первых то о чем мы думаем как и происходит не думать как бы наугад хотя бы это минимально знатому минимально знать химию организма да там же тоже как химическая лаборатория постоянно синтезируются любые полезные витамины и вещества которые нам нужны до микроэлементы то же самое есть серитами гормоны серитами все это прямо луками направляйте в него и принцип такой куда наполем внимание там происходит вы же можете внутри органа не видеть там по другам лежат слоями да там еще сверху толстый слой жира мяса кожи и так далее но все равно воздействие идет на то до той глубины на которую вы хотите здесь идет от чего от середины ладони лучше идет от каждого кончика пальца в принципе от любой конечности острый идет воздействует локтем можно действовать ну удобнее всего руками например проверена рука правая у меня отдающая прямо отсюда убьет такой мощный луч это это биоэнергетика то есть прежде всего это мы работаем биоэнергетикой всех про биоэнергетику уже рассказывали фотографируют она есть у каждого листика у травинки у каждого даже вот неживого объекта она есть только она гораздо слабее да то есть чтобы ее накопить какому-то объекту неживому ну давайте не скелетик показывается например на стол стол он был стоять несколько лет на одном месте до что принос остался фантом этого предмета да и когда в старый дом въезжают например новую мебель старую все убрали новую привезли то получается если входит туда собака например она видит вот эти прошлые линии так скажем да там где шкаф она уже не себя не ляжет да где будет стоял шкаф давно давно не ляжет или под какой-то картина тоже не ляжет потому что картина там своя энергетика накопилась вот и она как бы ну она даже нюхает это не знаю каким-то там своими фибрами души видеть даже картину прошлого то есть она попадает в прошлое до пятидесятилетней давности может увидеть что там произошло например есть любовью занимались а здесь убили кого-то вот она все чувствует люди тоже на самом деле экстрасенсы это могут чувствовать экстрасенсов у экстрасенсоринка то есть вот эта чувствительность пальцев до энергетической она гораздо больше он там лучи такие есть как мечка может быть обычный человек это 20 сантиметров это развивает у меня по длине и у меня как это открылось я вам расскажу такой интересный момент был когда я с работы собирался моим массажем занимаюсь массировал даже человек 10 собираем рюкзак так по-быстрому раз 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 и чувствую что так у меня по руке прям такой как огнем до красного шпалила я думал блин откуда тепло взялось вроде помещение холодно он батарея смотрю батарея далеко чайник там закипел да но он тоже как метр-два ну полтора метра не мог это тепло достигнуть я думаю думаю потом рукой-то провожу да да сам себе почувствовал то есть и вот ну грех не воспользоваться если это есть можно делать так да но честно говоря может когда массируем человека до его ауры наша аура соприкасаются проникают друг друга да вот энергетика платья тоже проникает когда мы делаем массаж шиатсу это тоже вот мы точно до вдавливаемся энергетически в ту точку куда надо тут правило такое по правилу буравщика если мы покупку как винтик если по часовой стрелке да то мы ввенчиваем вовнутрь если убираем что-то допустим сюда пользу она принести туда мы как бы такие круговые движения когда отсюда надо вытащить негативным и на год вывинчиваем когда и прям представляем что мы вывинтили как помните эти тайские хиро 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 помните тайские они там мнут человеку живот и вытаскивают какую-то там да это как они называются у кого-то жгутик там вытаскивают на самом деле используют куриные внутренние органы какую-нибудь там кукуриную там вот так с кровью разведет да но ну как бы разводят кто-то приходит он верит да это как бы с одной стороны эффект плацебо и с другой стороны то что веришь так и происходит сказал иисус и это непоколебимо факт то есть во что верите так и происходит соответственно вот вы можете фантомно что-то из человека вытащить вы представляете что будто вы тянете из него там змею такую скрученную да или там кому волосы представить дать ему тягивать он такой длинный как конский хост не хватает скидывается за балкона и за дверь выкидываете расстояние до объекта не должно быть не обязательно должно вот такое да у меня были случаи когда там на два метра до девушки я убирал на головные боли и что-то нет уголок уже не были какие-то прямо почувствовал что там какой-то как вот удар туда вот тянуть тягивал тягивал что постройство и будет например головные боли но опять на кончик показать красивее картинка будет вот головные боли бывают как бы механические да то есть либо височные либо лобные затылочная и как правило на тогда вот эти точки проходить по точке я вам уже говорил да вот этот височная боль устраняет эти точки там лобные устраняют боли затылочная где мышцы крепятся но сейчас не об этом счет про энергетику до боль бывают энергетические тогда мы своими руками когда настраиваем данный вопрос к тому что будет станет тогда мастером когда у вас этот луч будет мощный то есть вы его должны напитать практику проходить да как себя напитать что вы вот это чувствительность получить да потому что у кого-то она есть кого-то она слабенькая помните он показывал энергетические оргазмы женщины доктор женщина оказывается потом призналась она занималась тантрой она была в теме если молоды бывают спонтанно все энергетические газом происходит а вот у какого-нибудь парня там лет 40 или 50 у нас только уже мозг как бы заматерел материальным стал да вот он надо именно пощупать нажать там на таблетке посчитать сколько миллиграмм туда входит какого средства чтобы капсула или таблетка была прямо такая вот такой рациональному мукун да вот его тяжело пробить энергетически раскачать с девушкой попроще бывает ну про упражнение отдельно да а вот про головной боль если берете нащупывается например где-то уровень бульку пластинка такая платформа показ ромбор чувствуете да не берет он этот пластинку со стороны и вынимать счищаем ну например вы можете почувствовать если у меня ничего не болит это еды демонстрация например где сидит какая-то боль это будет какой-то некоторый сгусток такой допустим отсюда идет какой-то область или урок 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 берете раскачивать раскачиваете как полумесяц такой и выкидываете да и стрягивать энергию дастся себя энергетические защиты как себя защитить чтобы не принять это тоже отдельный блоком расскажем до что все не мешать в кучу значит прежде всего эта энергия тепловая вот потом она становится его энергетической и потом она когда вы начнете в себе она уже становится дохажем магической когда нужно на расстоянии вот у меня знакомый он рассказывал пришел к нему мальчика десяти с коленом было и кости черепа болит 2 болела на стула посадил на расстоянии а тот запутан глазами сидел потом рассказывал что я почувствовал кости черепа ставить шевелиться вставать на место потом на колено как раз колено я тоже девушка делал тоже метра полтора до него было 7 шейный позвонок так взял его пальцами энергетическими вещами своими довернул до того состояния до какого надо то есть что представляете то и получается например внутри органы лечить вот эта энергетика включается тоже по желанию тема заработана работает как кнопка участие света захотел включил захотел выключил берут и подключаюсь я уже твою чувственную диску ты мой чувствуешь пошло ну примерно 5 сантиметров от руки давление как воздуха или электричество или холод или тепло и легкость какой-то вот да это сердечная чахра я даже уже могу смотреть пока ты подключился подключился уже сантиметров 50 до метра дойти особенно хорошо работает когда с противополом то есть и я не никому больше лучше стыкуются чем мужчина с мужчиной с женщиной у него норка стала вот видишь только начали а сейчас мы начинаем отрабатывать и нарабатывать энергетику друг на друге так ну по поводу чакр давай просто ложись например на спину схему чакра вы все знаете да чтобы долго про нее говорил основные семь на самом деле там 100 или 200 они вне тела есть да вот основные семь входная это вот через паху область первая младхара оттуда входит энергия на востоке кундалини называют это та энергия которая нам дана бесконечная энергия божественная бога который мы можем чехов сколько угодно и как бы расходовать на другие энергетические нужды вторая чакра она сексуальная она отвечает за половую сферу человека за быт за первые по иерархии ценностей этого пирамиды масла помните пирамиду масла прямо так укладывается у человека до 7 чакры который над головой вот то есть это первая чакра поесть поспать потряхаться в туалет сходить и решить как бы все бытовое да вот наши там проблемы рода что это сделать да дальше чакра не помню что отвечает вот бизнес-бизнес-деловая до бизнес-деловая то есть она в творчестве не находится манипура да могут больше к творчеству сердечная чакра это духовная да это чакра любви чакра материнства причем даже у мужчин то есть он когда любит своих детей он как этой чакры детей обнимает как будто своей душой огромной чакры также хорошо развита например творческих профессий да там у художников я показывал вот мы работаем второй чакрой те кто массажисты стойлеры да вот мы возле этой чакры ну что-то месяц тесто месим повара там пекали там что-то пик пекут хлеб да художник есть он рисун на этой части на это чакры то он становится ремесленником чертежником у меня это творчество когда настоящий художник рисует на уровне это чакра отсюда спускается свет вот таким лучом воронки чакры переводе на русский это воронка в древнем руси называли чакры от слова чаша чашка какая-то емкость это вот некоторые вихра такой большой у нас входит также может и выходить из нас это как воронка вот проецируется на картину который рисует художник на этом уровне рисует там 6 часть горловая хорошо развитого поэтов у учителей певцов до всем понятно чтобы долго не смогу 6 она находится посередине мозга просветить да прям по центру там находится железа шишковидная она же эпифис ножичок это нет выше прям две половинки полушария здесь по центру мужичок он идет дальше по долговатому мозгу который в череп уже входит из гипофиз да гипофиз не гипофиз рядом другое эпифиз или эпофиз по-разному пишет он как бы рудимент считается третьего глаза в принципе нас никто не учит его развивать но если мы с детства его развивали то могли бы его развить это наше предвидение ясновидение то что мы интуиция да то что мы предполагаем случится оно так и случается да вот и соответственно седьмая чакра это вышина может над этим надо пничком где-то сантиметров 7-10 это чакра связи с всевышним с богом с ангелом очень со всеми теми мирами которые инферальные невидимые не прощупываю мы бестелесные миры да это все оттуда к нам приходит соответственно можно направлять как снизу вверх так и сверху вниз но лучше снизу вверх лучше снизу вверх а вообще я когда делаю я делаю два контура один как бы внешне по телу вот как труба идет допустим снизу вверх да а через позвоночник по нашей оси по ней идет струя вниз и это не значит что мы что-то отдаем тоже окажем если хотим отдать на что даем хотим наполнить наполняемся обоими потоками снизу сверху наполняемся и человека бы на это потоки насажена как струна как бусинка до бесконечно землю это чем в землю там от земель это все это преисподне да не за земля это такой же энергетический магнит так скажем во вселенной который мы сквозь землю можем пройти и уйти там вообще куда-нибудь другую суши систему другой галактики и также через голову то есть если говорить о божественном да то бог он везде и бог он в едином каждой частичке и в большом и все это равно что большое то и малое когда мы это все понимаем себя тогда мы начинаем уже работы с чакрами поток желательно чтобы шел гармонично иначе то есть в этом наша цель иначе он будет выходить допустим через печень и будут там у человека гипотоз печени там что-то будет развиваться или он выходит там из подреберья с подмочки раз пошел там видимо подсосалась какая-то сущность на себя энергия она никуда не пропадает без следа никуда не исчезает да если вы что-то проецируете энергетическое то кто-то это потребляет понимаете если вы проецируете жена на мужу и мужу нет вы друг для друга становитесь бог и богиня да а если вы просто проецируете куда-то пусть допустим злая энергия да то и начнут питаться вот эти злые сущности инферальные невидимые и будут говорить тебе давай давай еще больше то есть помните легенды про белого и черного волка это индейская притча какого волка ты кормишь я кормлю там злого черного волка да поэтому это и полициирую и эти же сущности привыкают и начались тебе еще больше тянуть как болото затягивать а какого-то волка белого светлого да то есть это в сущности которые выше выше инфракрасного уровня да то есть они тогда начинают того и питаться батарейка для них и давай давай проецирую больше любви больше счастья больше там свежести свежих мыслей так далее и человек самого как и плох все зависит от нас мы сами опускаем в ад в инфракрасную зону дали мы получаем так что вот тут как бы начать и темная бордовая энергия инфракрасного там еще ниже ниже дальше по сипой на она идет там желтеет зеленеет будут голубая соответственно фиолетовая чакра да то есть фиолетово цветов к инфракрасному да мы даже стремиться поэтому туда мы направляем руками все вот я даже не тестирую как бы временно это не трачу обычно сразу наполняю вода чакра с фитбол практически душевная сама можешь регистрировать что все происходит и нам говорить шестая чакра слабоватая опять же для демонстрации ему долго задерживаться нормально хорошо работает теперь как энергетический жгут мы представляем да вот этого не раскачиваем и она проходит по человеку это можно делать не одному допустим пятером десятером с одним человеком работать ну да мы потом ставим подопознение станет круг и как бы все вместе прокачаем вот что чувствуешь говори это связь с божественной силы откуда ведут до до сюда вот примерно сколько получается полтора метра вот надо полнофорать с огнем и вот попробуем вот эти чакры я прям пульсирует в ногах или в животе со стопой еще зарядил и тогда зарядили чем он как на мимофоне там на них поиграть на пусть надо энергию туда больше накачать например у него был запрос я хочу там с певицы да тогда мы все гоним именно у к этой черте больше но перед этим конечно желательно сначала расслабить мышцы чтобы спазм что особенно то девушек этого под ключицами и на отключиться так что мы чувствуем себя вот я обычно подключаю свою собственную энергию как будто бы вот это рука отдающая это берущая как мы остались с этой стороны правая отдающая как бы энергия запольцовывается через меня по лукам эти контурные закрутки энергетические можно с любой чакры совершать мужчина и женщина через свою чакру и обратно каким образом напитывать себя ну расскажи что ты чувствуешь у меня прям пульсация такая ну вот так вот давай рука отдаем надо дышать прямо на готовое да мы будем делать упражнение от шагового дыхания так мы сейчас давайте пока господин я реально погодил сейчас будем за на практику сейчас будем за на практику